Когда ко мне обратилась Женя с предложением выступить с презентацией, я подумал, что как раз недавно видел статью классную, как сделать break the ice. Думал это все объяснить с smalltalk. И в процессе подготовки столкнулся с тем, что на самом деле это два разных понятия, что собственно и привело к изменению нескольких тем, Женя в курсе. Ну и в принципе, я надеюсь, это будет более интересным объяснить, что это на самом деле два разных понятия. Они взаимосвязаны, но при этом у каждого есть свои нюансы. Давайте минуточку интерактива. Кто тоже до сих пор считал, что это вот break the ice и smalltalk, это в принципе одно и то же. Подставьте, пожалуйста, плюс в скайп-чате. Так, ну, возможно, либо меня плохо слышно, либо никто не хочет пользоваться скайп-чатом. Смолток – это ведь язык программирования? Еще раз, если можно громче. Смолток – это язык программирования? Нет, смолток – это, ну, скажем так, краткий разговор, это то, о чем пойдет дальше речь. То есть данная презентация, она является, я бы сказал, софт-скилловая. То есть в процессе общения, в процессе коммуникации все мы живем в 21 веке, где без общения никуда. И, собственно, данная презентация является тем самым интро, которое может позволить вам больше понимать, с чего стоит начинать разговоры, как начинать, и для чего это вообще, в принципе, нужно для людей. Окей, я поставлю от себя тоже минус, поскольку для меня ранее были понятия break the ice и смолток, действительно одинаковыми. Ну, и, в принципе, давайте тогда посмотрим уже, перейдем непосредственно к теме. В чем же отличие этих двух понятий? Как звучат такие определения? Break the ice дословно переводится как растопить лед. Растопить лед между двумя либо более людьми, которые до этого не были ранее знакомы, для того, чтобы начать общение, начать коммуникацию. В то же время смолток – это вежливый разговор, небольшой по продолжительности, о неважных либо обыденных вещах, который не влияет ни на что конкретно, но позволяет двум людям более-менее стать на одну волну понимания. Лучше, продуктивнее начать после смолтока какой-то непосредственно предметный разговор. Собственно, break the ice возможен только один раз с одним человеком, то есть это с тем человеком, с кем вы до этого не общались. Вот один раз растопили лед между двумя людьми, которые никогда друг друга не видели, и дальше уже при следующей встрече уже по-любому этот человек будет знаком, и потом, соответственно, невозможно еще раз с ним растопить лед во взаимоотношениях. Хотя, в принципе, есть нюансы. Но смолток – это более-менее регулярная активность, которую рекомендуется применять перед началом любых презентаций, переговоров, дискуссий, митингов и т.д. и т.п. Давайте посмотрим глубже, в чем же заключается то самое растопление льда, что для этого важно. На самом деле, самое важное – это, в принципе, сказать хоть что-то. То есть break guys – это такое объемное понятие, которое встречается не только на работе, не только во взаимоотношениях, например, в митинг с клиентом, со стейкодерами, которых вы до этого никогда не видели. Вот здесь важно растопить лед для дальнейшей дискуссии и коммуникации. Но это точно так же те же самые – едете вы с кем-то в одном поезде, попутчик у вас, либо вы сидите рядом с незнакомым человеком в самолете, либо рядом сидит в баре человек незнакомый. Возможно, на перекуре незнакомые люди собрались. То есть везде, где есть незнакомые люди, как раз растопить лед можно и даже нужно, в зависимости от того, что вы дальше хотите из этого получить. Но важно не то, о чем вы спросите, какую фразу зададите. Важно, чтобы вы именно сделали тот самый первый шаг и обратились к человеку. Поскольку для кого-то это просто, для кого-то это легко сказать привет, как дела любому встречному, для кого-то это все-таки является трудной, может быть, даже неподъемной задачей. То есть в данном случае упор на то, что важно как минимум сделать этот первый шаг – собраться и задать какой-то вопрос либо фразу. Дальше. Если вы начинаете общение с человеком, который не носитель того же языка, что вы, допустим, с иностранцами и общепринятый язык, то не бойтесь говорить на английском, не бойтесь совершать ошибки, поскольку, возможно, тоже разные варианты. Например, никто не знает, вдруг этот незнакомый вам человек тоже не является англоговорящим в плане коренной англичанин, либо американец. Возможно, это кто-то из Европы, либо из стран Востока, для кого английский точно так же второй, либо третий, четвертый язык. И вполне может так статься, что даже уровень знания английского у вас будет выше. И это тоже окей. Либо выше будет уровень знания его, но в любом случае, до тех пор, пока вы не говорите на одном и том же вам в одном языке, логично, что могут быть какие-то вопросы, недопонимания. И абсолютно окей точно так же задать вопросы, что ты имел в виду, говоря об этом вот, например. В то же время, если ваш потенциальный собеседник, незнакомый вам человек является носителем языка, то есть, допустим, коренной американец, канадец, то на самом деле коренные носители языка, они зачастую знают не больше одного своего языка, как особо распространенного, самого международного. И люди автоматически уважают тех людей, которые знают больше одного языка, потому что они там сделали над собой все время какие-то усилия. Они что-то сделали в самоусовершенствовании, изучили новый язык, что-то еще знают. То есть, это автоматически плюс вам, как собеседнику, и это, наоборот, вызовет еще больше интерес и способствует тому самому утоплению льда между двумя незнакомыми людьми. Как только вы начали говорить, лучше не останавливаться, продолжать разговор, довести какую-то свою мысль до конца. То есть, ну, не просто привет, как дела, но более смысловое предложение использовать. На самом деле, останавливаться нужно только для того, чтобы задать вопросы и позволить вашему потенциальному собеседнику самому рассказать о себе. Гораздо легче, проще стартовать с какого-то одного вопроса и дальше выступать в роли слушателя, благодарного слушателя, да, слышать и слушать. И дать возможность человеку самому все о себе рассказать, поделиться. Тем самым, тоже топление льда произойдет, но при этом меньшими усилиями с вашей стороны. Небольшая мотивационная картинка на эту тему. И здесь, внимание, если, например, взять эту картинку, даже вот эту, распечатать, взять с собой где-то, носить в кармане и показать потом незнакомому человеку в том же кафе, в баре, на вокзале. Ну, то есть, тот, с кем интересно было бы начать беседу, при условии, естественно, что этот человек знает английский и может понять, прочесть, что здесь написано. Это тоже будет элементом и инструментом для того, чтобы сделать тот самый break the odds. Поскольку, давая такую брошюрку незнакомому человеку, вы автоматически наталкиваете его на какую-то реакцию, и от него ожидается, что он либо в ответ рассмеется, либо задаст недоумевающие вопросы, что это вообще такое. Либо еще как-то выразит свою реакцию по отношению к вам, и это уже будет первый толчок с его стороны, на основе которого можно завязать беседу. С чего же начать топить лед, как вообще подойти? То есть, мы обсудили, что важно сказать хотя бы что-то, да, ну, а что же вообще можно говорить? Ответ простой, говорить можно все, что угодно, ну, понятно, в рамках приличия, в рамках дозвольного, но тем не менее. Вопросы могут быть либо фразы самые разные, например, привет, меня зовут Рома, и отличное начало дискуссии. Например, если где-то в спортбаре человек смотрит, ставился на баскетбольный матч, то, а, так вам нравится баскетбол, вот тот самый первый триггер. Либо где-то в кафе спросить, ну, что, как тебе музыка, которую здесь играет, либо, а как ты относишься к живым музыкантам? Ты бывал здесь по пятницам, здесь играет обалденная группа. Любой из этих вопросов, это есть окей, это есть уже начало беседы. Например, на конференции, когда никто никого нигде не знает, банальный вопрос, есть пароль от Wi-Fi, а как подключиться к Wi-Fi? Или у тебя получилось, что у меня сеть недоступна? Это тоже толчок для начала беседы, спонтанный, с незнакомым человеком. Точно так же, у вас тоже интернет отпал, или только у меня? Универсальная фраза, вы слышали, что случилось вчера ночью, либо вы видели вчерашние новости. Точно так же можно привести пример, что у нас недавно было. У нас недавно была Олимпиада летняя. Опять же, сказать, я вот недавно смотрел сводку Самари по Олимпиаде, расстроился, что так мало украинцы получили золотых медалей. А вы следили за Олимпиадой? И вот этот самый триггер, этот самый толчок, который подразумевает ответный вопрос. Либо это будет, нет, я не смотрю, но я там слежу за, допустим, своей любимой футбольной командой. И это уже будет намек вам, что, возможно, стоит перестроиться и начать разговор на эту тематику, поскольку она, возможно, будет с человеком общей. Ну и так далее. Много-много разных вопросов. Дальше у меня к вам вопрос. Кто знает, сколько весит белый медведь, полярный медведь? Кто знает, можете написать в скайп-чате ответ. Ага, до 500 килограмм. Интересно, я, если честно, не проверял. Так, еще пишут пару тонн. Такой себе медведь-танк до 800 килограмм. Хорошо, спасибо за ответ. Есть ли еще кто-то, кто желает поделиться своим вариантом ответа? Окей, хорошо. Предлагаю свой вариант ответа, который непосредственно связан с данной тематикой, данной презентацией. Ответ очень простой. Полярный медведь весит достаточно для того, чтобы растопить лед. То есть это еще один такой намек на то, что не важно, какой вы вопрос зададите, важно, что вы его зададите, и это уже будет стартом беседы. Хорошо, есть ли у кого-то вопросы по поводу Break the Ice, потому что дальше мы плавно переходим к Small Talk. Видимо, нет вопросов. Я прошу прощения, если вдруг есть, вы все-таки в скайп-чате моей книги, возможно, я просто не услышал. Хорошо. В общем, переходим к Small Talk. Давайте начнем с обсуждения, почему же Small Talk настолько важны, почему все говорят о том, что вот нужны Small Talk на митингах с клиентом. На самом деле Small Talk происходят практически ежедневно и в нашей с вами повседневной жизни. Например, вы встречаетесь на улице старого одноклассника, привет, привет, как дела, не виделись сто лет, классно, что у тебя? Да вот, только с отпуска вернулся, а ты как? Да я вот тут вот, все по-старому, работа, семья. И это, в принципе, это и есть тот самый Small Talk, о котором редко кто задумывается. Но дальше этот Small Talk может привести либо к фразе «О, давай тогда как раз соберемся на пиво, посидим, либо на кофе, пообщаемся, обменяемся новостями, столько вообще о тебе давно не слышал». Либо это может быть дальнейшая фраза, что «А, ну да, окей, ну я побежал, и я побежал, давай, пока, пока». То есть из этой ситуации можно увидеть, что на самом деле Small Talk является, так бы сказать, при контишенном, то есть предусловием для того, продолжать дальше беседу или нет. И Small Talk позволяет либо настроиться на общий лад двум собеседникам, найти вот что-то у них общее, смежное, какие-то интересы, либо события, либо нет. Ну и дальше либо это перетечет в продуктивный диалог, продуктивную беседу, интересную, живую, либо люди разбегутся, это если мы говорим о реалиях, обыденностях. Также, когда я готовил материал по данной презентации, натолкнулся на интересную интерпретацию Small Talk и сравнение с собаками и методом их интерпретации Small Talk. То есть собаки не могут разговаривать, но у собак очень обострено обоняние. Соответственно, мы все видели, две собаки незнакомые подходят друг к другу, начинают друг друга обнюхивать. Собственно говоря, буквально они снюхивают, считывают информацию друг с друга, такой, какой пол у этой собаки, какое эмоциональное настроение, там, настрой какой агрессивный, либо покладистый, голодная собака, либо неголодная, есть ли еще что-то, вплоть до того, что собака ела на обед, на завтрак, либо на ужин. И в результате этого обмена информации собаки сопоставляют это все со своим мировоззрением, ощущением и понимают, либо они совместимы с этой собакой, там, для того же препровождения вместе, может быть, спаривание, неважно. Либо несовместимы, и тогда они разбегаются дальше. Примерно то же самое происходит и при смолтоках, люди либо настраиваются на общую волну, ищут общие темы, как-то абстрагируются от того, что у них было накануне, перед этой встречей, и тем самым способствуют продуктивной беседе, продуктивному достижению цели, если это митин. Либо нет. Но в наших же интересах, естественно, если мы говорим о работе, как раз использовать смолток для того, чтобы настроиться все вместе на одну и ту же общую волну. Здесь, внимание, пам-пам, смолток топит лед между людьми. То есть вот здесь вот есть тот самый референс, та самая отсылка на то, что как раз как можно растопить лед с незнакомым человеком посредством смолтока. Но при этом смолток можно точно так же использовать не только, чтобы единоразово растопить лед с человеком, завязать какую-то беседу, взаимоотношения, узнать вообще, превратить человека из статуса незнакомца в статус человека, с которым уже есть что-то общее. Так и, в принципе, смолтоки позволяют, возможно, разряжать атмосферу, делать ее менее напряженной. Сейчас мы этот пункт тоже затронем. Смолтоки позволяют людям, скажем так, прочувствовать друг друга до того, как перейти к обсуждению тех или иных важных проблем. Они настраивают коннекшн, связь, и, возможно, приводят, в идеале своем должны привести двух либо больше людей посредством этого смолтока к единому знаменателю, к единому общему чему-то, что может сблизить либо настроить на общий лад. Вот то, что я говорил, это создание комфортной атмосферы, это сглаживание напряженки. Можно даже взять, как пример, наверняка вы сталкивались в командах, есть такое, что вот стендап-митинг, дейли-скрам, вся команда встала, и как-то вот друг на друга смотрят, кто же начнет, аж почему никто не начинает, и никому не хочется. И как-то вот не начинает этот дейли-скрам гладко и непринужденно. То есть здесь какую-то бросить фразу, шутку, либо еще что-то перед началом того самого дейли-скрама, это и есть разрежение обстановки, посмеяться над каким-то новым анекдотом, либо рассказать, что же было там накануне у кого-то на выходных, это и есть окей. И самое главное, Smalltalk строит рапорт, есть такое определение, дословно оно переводится как связь, взаимодействие, взаимоотношение. То есть вот та самая синхронизация и настройка на один и тот же лай. Ладно, например, есть митинг, на который, допустим, один девелопер пришел с предыдущего своего мига Steam Lead, дом, где, возможно, получил какие-то упреки, чтобы что-то где-то не в срок сделал. При этом PM пришел, вот он первый день из отпуска, все такое радужное, еще мыслями на море. Допустим, бизнес-аналитик пришел со своего какого-то митинга, где совершенно другими вещами. Им нужно обсудить, допустим, общие процессы, либо какой-то функционал, который неправильно сейчас в стадии девелопмента. В общем, может быть пример любой. Так вот, чтобы люди перестали задумываться о том, что у них было накануне до митинга, чтобы переключились на то, что от них требуется, что требуется, какая цель данного конкретного митинга, нужно сделать вот такой вот тот самый small talk, поговорить о второстепенных каких-то третисторонних вещах, тем самым, опять же, отбросив все, что было до этого митинга назад и сконцентрировавшись больше на тех людях, с которыми планируется дискуссия, беседа, обсуждение и так далее. На этом слайде я собрал такие чек-листы, что стоит делать, стоит учитывать при small talk и чего, соответственно, не стоит. То есть, small talk, он должен быть нейтральным, не угрожающим, естественно, не принуждающим на какие-то абстрактные вещи, либо на какие-то вещи, которые релевантны, которые уместны к этой ситуации, к этому времени. Например, до этого митинга был сбор лидершипа, на котором присутствовали все участники этого митинга, и обсудить, вот вы слышали, там на лидершипе рассказали, что вот у нас закрывают аудиторию на ремонт. О, да, слышали или не слышали. Какие-то пару фраз на эту тему. То есть, это тоже в точку, это синхронизирует людей, настраивает на общий лад. Старайтесь делать small talk и какими-то приятными, выражайте эмпатию, будьте честными. То есть, это ни в коем случае не нужно делать small talk, типа как из-под палки, да, вот потому что нужно. Как у тебя? Нормально. Ну, то есть, всем собеседникам митинга было бы классно одинаково смотреть в одинаковом направлении, что small talk, они важны как раз вот для того, чтобы дальнейший митинг был более продуктивным. Очень хорошо при этом small talk, как использовать имя того, к кому вы обращаетесь, поскольку имя, оно все-таки цепляет имя. Человеку приятно, когда его называют по имени. Это, опять же, способствует тому самому рапорту, о котором вы говорили. Пробуйте вставлять ваши высказывания, ваши реплики с местоимения «вы», «ты». То есть, тем самым, это вот как называть человека по имени, точно так же обращаться персонально к человеку, это, как минимум, ставит вашу реплику, вашу фразу в приоритете по отношению к многим остальным, как минимум потому, что вы обратились к этому конкретному человеку. И это уже является запросом на определенный ответ. Неважно, какой он будет, но без ответа вы уже в таком случае вряд ли останетесь, и small talk не заглокнет в самом начинании. Лучше избегать быстрых ответов из разряда «да, я тоже», «нет, я нет». Ну да, то есть, вот такие вот моменты, они позволяют small talk умереть в зародыше. Вместо этого лучше использовать ответы, либо фразы, которые способствуют и требуют дальнейшего ответа от вашего собеседника, от оппонента, например. Я тоже не был этим летом на море, а может, вы где-то были еще кроме как, ну, точнее, были ли вы где-то кроме как на море, да? То есть, встречный вопрос, который продолжает завязывать тот самый small talk, дискуссию. Также классно отслеживать слова, термины, фразы, которыми пользуется собеседник. То есть, это из разряда не только слушать собеседника, но и слышать, что он говорит. То есть, понимать, воспринимать и пытаться говорить на его языке. То есть, если для человека, для вашего собеседника очень популярны, и вы знаете какие-то там термины, возможно, там, пришедшие из английского, то проще вам двоим разговаривать на том самом языке из тех самых там импедименты, риски, груминг, то есть, ну, такие слова, которые вообще приняты, да? И в то же время, если идет общение с человеком, который не знаком с какими-то терминами, либо у него совершенно другие определения, то, возможно, не стоит бросаться теми самыми словами, которые для вас могут быть природны, но малознакомые могут вести в ступор вашего собеседника. Классно задавать открытые вопросы, которые не подразумевают только ответа «да» или «нет». Поскольку, опять же, вернемся к пункту 6, вот если вопрос подразумевает ответ только «да» или «нет», то оппонент вполне может этим воспользоваться, и опять же, смолток заглохнет, не завершившись. Вещи, которые не стоит делать во время смолтоков, что следует учитывать? Не нужно разговаривать, начинать с жалоб, либо с вернословия. Дальше обсуждать секреты, распространять слухи, то есть, это тоже не есть бест-практика. Обсуждать такие вещи, которые могут быть персональными, личностными и трактованы как воздействие влезания в зону персонального комфорта, это там разговоры о вопросе о здоровье, о стоимости жизни, о том, сколько человек зарабатывает. Точно так же стоит избегать таких вопросов, которые могут привести к радикальным последствиям, например, те, которые могут быть трактованы спорно, и когда вполне возможно, что у человека глубоко противоположная точка зрения, и вместо положительного ауткамма, настройки на общий лад, мы получим спор двух человек, конфликт, когда из-за какой-то темы принципиально люди не могут дальше продолжать продуктивно говорить о теме беседы на митинге. Это такие вещи, как политика, религия, социальные аспекты. И стоит быть аккуратным с шутками, анекдотами. Это больше актуально, если small talk ведется первый раз для того, чтобы растопить лед с собеседниками или собеседниками, потому что никогда не знаешь, какой менталитет, какой характер у вашего собеседника, какое настроение, является ли он в состоянии эмоционального подъема, ему весело, либо наоборот он угрюмый, и ваш анекдот, ваша шутка только обозлит. Либо же в анекдоте может встречаться какая-то тематика, в которой, опять же, ваш оппонент, ваш собеседник может придерживаться противоположной точки зрения. Но если вы уже знаете этого человека, если вы нашли общие точки соприкосновения, то вот как раз шутки, какие-то анекдоты, они могут сглаживать, они могут становиться чуть ли не ключевым элементом small talk, но, опять же, если вы уверены, что ваша шутка не будет воспринята неправильно, трактована по-другому, либо не воспринята, либо воспринята враждебно. В завершении этого слайда хочу сделать отсылку к кинематографу. Есть один фильм, где очень классно показано, как делать ненужного во время small talk. Вопрос к вам. Кто смотрел фильм из далеких 90-х, кто поищу тупее, Джима Герри? Поставьте плюсик, пожалуйста, в чате. О, сразу пошли плюсы. Более активно. Спасибо, ребят. Отлично. В общем, вы наверняка помните ситуацию, когда герой Джима Герри на благотворительной акции, посвященной вымирающему виду пернатых, это была полярная сова, если не ошибаюсь, подошел к девушке, которая ему нравилась, и начал разговор, вот какие у вас красивые груди, или как-то так, на что она такая, что? Он такой, я говорю, красивые птички. То есть вовремя вроде как сориентировался, но тем не менее, вот тот самый момент, когда 100% то, с чего вы начнете разговор, и будет тем впечатлением, которое от вас останется у собеседника. Ну, я, естественно, не уверен, кадр из этого фильма или нет, но у Джима Герри, видимо, такая ситуация повторяется из фильма в фильм. Так, Женя написала, нет, нет, это кадр не из того фильма. Если вы мне поможете понять, из какого фильма этот конкретный кадр, это будет замечательно, я это учту на будущее. Кто-нибудь видел этот фильм, который сейчас на слайде? Мне кажется, что это, типа, всегда говорит «да», но я не уверена. Интересно, надо будет пересмотреть, тем более, классный фильм. Кто не смотрел, очень рекомендую положительный, и я бы даже сказал, эмоционный и мотивирующий. Окей, перейдем дальше. Собственно, нельзя просто так взять и начать small talk. То есть, опять же, нужно учитывать некоторые факторы для того, чтобы этот small talk действительно был эффективным и продуктивным. Я нашел, как один из подходов, один из принципов, как построить small talk, что учесть, это подход softener, в котором слово softener является аббревиатурой, и каждая буква соответствует своему описанию. Давайте посмотрим, что из этого получается. Прежде всего, улыбайтесь. Используйте открытый язык тела. Здесь хочу несколько остановиться. Возможно, кто-то знает, кто-то нет, кто-то обращал внимание, кто-то нет. Но вот если вы, допустим, на следующем митинге среди ваших коллег, внутренней сервиски, либо с клиентом, видеомитинг имеется в виду, если с клиентом, посмотрите, пронаблюдаете, как сидит, либо стоит тот или иной человек, вы заметите отличие. Например, скрещенные руки на груди – это явный признак закрытости. То есть человек либо может быть закрыт по каким-то причинам, даже подсознательно к тому, что вы говорите, либо у человека может выражать скептицизм таким образом, недоверие, вплоть до враждебности. На самом деле много разных трактовок, но как минимум, в основном, это то, что это закрытая позиция. Хотя действительно, спасибо, Саш, может быть и холодно, может быть у человека просто вот такая вот манера, он всегда стоит, скрещивая руки на груди, скрещивая ноги, и это вот то, как он привык, в принципе, допустим, стоять или сидеть. Это тоже окей. Но, опять же, для тех людей, для кого это не есть постоянная, свойственная манера сидеть или стоять, это может быть сигналом для вас. Точно так же, допустим, если руки на бедрах расслаблены, опущены, либо там тело подалось вперед, может быть вот такая вот. То есть это может быть признаками открытого как раз языка тела. То есть собеседник готов вас слушать, готов вас воспринимать, ему интересно. Еще, например, такая позиция, как, например, вот так вот скрестить руки, это тоже есть открытая позиция, и в то же время это еще можно трактовать как позиция непринужденности, расслабленности, либо в какой-то мере доминирования. То есть если человек чувствует себя комфортно в данном митинг-руме с этими людьми, либо обсуждая эту тему, он может просто вот так вот откинуться, и это, собственно, признак того, что ему все окей, да, в то же время как кто-то другой вот так вот будет сидеть, ну, рассказывая мне, например. Окей, этот момент мы обсудили. Дальше наклонитесь немного вперед, то есть, скажем так, телом побудите себя и дайте знак, такой маячок собеседнику, что вы готовы совместно что-то обсудить, рассказать, лимитируйте свою речь, поскольку смолток, он не должен превращаться в 20-минутный рассказ о том, как я провел свой медовый месяц или еще что-либо. Это прежде всего цель, опять же, это синхронизироваться, настроиться на предстоящую какую-то дискуссию, да, то есть, как мы говорили по поводу обыденных ситуаций, да, либо там по поводу собак, то есть, это настроиться и понять, стать совместимыми друг с другом на этот определенный период времени. То есть, 3 минуты, в принципе, достаточно. Зрительный контакт очень важен, то есть, если люди смотрят в пол, либо куда-либо, в телефоны, только не друг на друга, значит, что-то все-таки, что-то нужно улучшать, что-то нужно менять. Возможно, проблема в чем-то другом. Классно кивать в ответ, слушая собеседника, то есть, тем самым это дается сигнал, месседж вашему собеседнику, что вы его не только слышите, но и слушаете, и в принципе согласны, да, то есть, это мотивирует собеседника дальше продолжать и продолжать, а вам это проще, только, допустим, кивать, задавать вопросы, это если, к примеру, хотите минимальными усилиями совершить спонтан. Конечно, быть на подъеме, на эмоциональном, энергетическом левеле, не быть угрюмым, как-то скомканным, это тоже очень важно, это тоже способствует и тому, что ваши собеседники точно так же будут подстраиваться под вашу волну, под ваш позитивный настрой, и это как раз тот самый классный, который не заложен. Тут еще стоит обратить внимание, в принципе, не так актуально для нас сейчас, но в принципе соблюдать дистанцию, да, с человеком, с которым вы говорите. Если это видеоконференция, то этот пункт, в принципе, не релевантный. Если мы говорим о митинге вот внутри комнаты, либо где-то на улице общения, то, допустим, метра два-три, это уже такая большая дистанция, на которой непонятно вообще, что человек от меня хочет, находясь так далеко от меня. В то же время полметра и ближе, кому-то есть люди, которым это удобно, вот они подходят к человеку вплотную, может быть, даже в глаза смотрят вот так вот и что-то рассказывают. Но на самом деле для большинства людей 50 где-то сантиметров, это вот собственное пространство, та самая интимная зона, гигиеническая зона. Вот зона комфорта себя самого. И когда человек вот очень близко подходит, становится как-то некомфортно, в принципе, не то чтобы уже говорить о каких-то обыденных, либо второстепенных вещах. То есть, в принципе, от полуметра до метра, может, полтора, это если так вот, цифрам, то есть какая-то дистанция все-таки удобная всем для разговора должна присутствовать. Ну и в конце подведем итоги по поводу того, что же нужно для того, чтобы растопить лед, что нужно для того, чтобы завязать разговор, small talk, вы удивитесь, но для того, чтобы сделать тот самый break the ice, нужно вообще немного. Это глубоко вдохнуть, собраться с мыслями, улыбнуться и начать топить лед, то есть начать с какой-то фразы. А вот уже с какой фразы, тут как раз и может подключиться small talk и понимание того, что нужно учитывать при этом. Это принять соответствующую позу тела, как бы смешно это ни звучало, то есть если вы открыто не сутулись, смотря в глаза собеседнику, не скрещивая, там руки всячески не зажимаясь, начинайте разговор, это автоматически воспринимается как открытость, как человек, с которым действительно можно вступить в разговор. Будьте первыми, кто скажет привет, как дела, привет, меня зовут Рома, давай познакомимся, даже так. Фокусироваться нужно на человеке, с которым вы общаетесь больше, чем на себе самом, потому что, опять же, всегда хорошие слушатели больше ценились, чем хорошие разговорщики, да, я бы так сказал. Поскольку хорошие слушатели, вот если человек прислушивается, кивает, задает в такт вопросы, поддерживает тематику, у человека всегда возникает ощущение, что это человеку не безразлично, что ему интересно, что можно как-то дальше раскрыться. И это вот способствует той самой синхронизации. Задавая вопросы, действительно слушайте, что говорит собеседник, то есть там, а у тебя как дела при этом в телефоне клацать в вайбере сообщение, ну, это как раз будет обратный эффект от того, что я сказал в предыдущем. И в конце Smalltalkie также нужно закрывать. То есть поговорили о, допустим, игре «Динамо Киев» накануне на выходных. Можно закончить. Классно было с тобой обсудить эту тему, потому что вот в офисе не с кем. Даже так, например, да. Либо, ну вот, собственно, мы теперь поняли, что мы оба валяем за одну команду, что давай теперь перейдем, собственно, к теме нашей встречи. И это будет тот самый пример, как вот лучше всего, правильнее всего закрыть Smalltalkie и перейти уже непосредственно к какой-то теме. На этом у меня все. Спасибо за внимание. У кого есть какие вопросы, я отключу пока что скриншеринг для того, чтобы переключить на более громкие колонки, если вдруг будут вопросы. Алло. Итого, есть у кого-то вопросы? Я так понимаю, хлопцам все зрозумело, потому что ты достаточно детально и просто пояснил. Это было бы только здорово. На самом деле, давайте сделаем тоже минуточку интерактива. Если вопросов нет, то это либо все было понятно, исчерпывающе и, в принципе, да, классно, новая информация полезная, либо окей, где-то как-то послушал, либо вообще в этот момент была, допустим, на параллельном мониторе открыта тасочка, педяечка, и человек параллельно работает. Поставьте, пожалуйста, смайлики, кому действительно вот эта презентация, эта тематика оказалась полезной. Хотя бы не на 100%, хотя бы вот есть что использовать для дальнейшего. Рома, а есть вопрос такой? У нас есть каза, Саша. Это не каза, это собака, прости. Собака. Супер, ну... У Натали был вопрос, правильно я вас слышала? Еще белочек. Да-да-да. Наверное, Рома нас не слышит или слышит? Слышит, слышит. Теперь слышу. Окей, отлично. Такой вопрос. Если на холле много человек участвует, там 20 человек, и все потихонечку джойнятся, какие рекомендации, кто должен начинать small talk? Что-то вот такого плана. Ага, отличный вопрос. Спасибо большое за него. Рекомендаций может быть несколько. Вообще, на самом деле, если вы являетесь фасилитатором, организатором, модератором митинга, то более чем рекомендую вам начать small talk, поскольку, ну, так как вы собрали людей, так как люди пришли вот по вашему запросу, чтобы обсудить тему, которую вы предлагаете, то люди ожидают, что вы и начнете как-то вот с чего-то, да, то есть, либо начнете с того, ну, мы все здесь собрались, погнали, либо начнете там, ну что, ребят, там, типа, вот нас столько, а вот я слышал, там, я слышала, Джон вроде как в отпуске. Вы не слышали? Вот, казалось бы, простой вопрос, там, вот не хватает одного человека на митинге, и вопрос, кто знает где он, это тот самый элемент small talk, который может либо развиться, а кто еще планируется быть, а кого не будет, так что нам, биржона тогда начинать, либо это может, там, быстро закончиться, и там какой-то еще встречный вопрос будет. То есть, это окей, если, к примеру, фасилитатор, модератор, организатор, кто-то другой, абсолютно, я считаю,